В этой школе училась я, учились мои дети и многие. Я другого будущего учился, неправда. Целое поколение прошло через школу в посёлке Первомайск Мотыгинского района, рассказывают жители губернатору по видеосвязи. Но кажется, на этом образование там стоит прервать. Здание 54-го года уже нет смысла ремонтировать, легче построить новую. С таким пожеланием первомайцы обращаются к главе региона Александру Усу, который и дистанционно, и лично проводит приём жителей края. Губернатор поручил Министерствам строительства и образования выполнить просьбу людей и возвести школу на 115 учащихся к 2022 году. Если требуется сдвинуть финансирование где-то, как принято говорить, влево, помочь в чём-то там организационно, в том числе и с оформлением необходимых разрешительных документов, давайте постараемся это сделать с тем, чтобы новый учебный год мы встретили в этой школе. Сейчас в посёлке Мотыгина уже строится новое учреждение на 550 мест. Срок сдачи – конец текущего года. В целом, в рамках нацпроекта образования и за счёт регионального бюджета в крае в ближайшие два года планируется 11 школ. Это 4100 новых мест. Обратились к губернатору и жители Сухобуземского района. В посёлке Мингуль проблемы с водой. Более 400 жителей и подвоз воды осуществляется автомобилем. А сейчас летний период, естественно, просвод воды увеличился. Это один момент. Второй момент – у нас часть домов обслуживался, водопровод был. Теперь мы начали работы по новому водопроводу. И теперь этот водопровод как бы не действует. Проблема будет решена до конца года в рамках проекта «Чистая вода», отвечает губернатор. В посёлке появятся водозаборы, напорная башня и сети. Были у главы региона и гости из Ужура. Их вопрос по жилью. Приехали с просьбой, чтобы Александр Викторович взял под свой контроль строительство дома, так необходимого, в котором будут проживать работники бюджетной сферы. Сказал, что обязательно проконтролирует, что у нас уже есть данный проект. То есть у нас всё должно сложиться. Проект на строительство 20-ти квартирного дома уже разработан за счёт местного бюджета и ждёт заключения госэкспертизы. Губернатор поручил профильному министерству подключиться к решению вопроса и обеспечить строительство дома до конца 2022 года. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!